Рождество Иисуса Христа 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 Такой же простой человек, если бы он был таким же простым человеком, как, не знаю, такие известные личности, как там Эйнштейн, это же простые люди были. То о нем бы где-то, когда-то, может быть, не вспоминали, но не было бы ничего, ничего такого необычного об Иисусе Христе. Сами дела Христа, все, что Он делал, все, что Он говорил, все, что с Ним связано, оно все чудесно, прекрасно и сверхъестественно. Давайте мы прочитаем Иван Григорий от Матфея с 18 стиха по 25 стихи. Несколько слов о рождении Иисуса Христа, о Его чудесном рождении. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели они сочетались, они были кто? Женихи, интересно, да? Оказалось, что она имеет в очлеве от Духа Святого. И мы с вами в прошлый раз говорили об этом. Иосиф же муж ее, заметьте, они еще не сочетались, но их уже считали, да, мужем и женой, они не жили вместе, но как бы их помолвка уже состоялась, осталась только, чтобы была свадьба. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родившийся сына и наречешь ему имя Иисус. Мы поговорим о значении этого имени. Ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит. Все девы в очелеве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. У нас есть здесь это слово? Точно, есть, да? Эммануил. Что значит с нами Бог? Вот что значит Эммануил, да? Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Поговорим о нескольких важных моментах. Во-первых, чудо существования Христа до его рождения. До его рождения. Ученые все больше и больше, там археологи находят какие-то старые записи, документы, артефакты. Какие-то документы, которые все больше и больше подтверждают и свидетельствуют о том, что Христос действительно жил. Что он действительно был. И что это не выдумка, как некоторые считают. Что это настоящая историческая личность. И даже они нашли какой-то документ, который датируется 70-м годом нашей эры. Это очень старый документ, который рассказывает о Иосифе и его незаконном сыне. И речь идет именно об Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос не был биологическим сыном Иосифа на самом деле. Это говорит о том, что даже факты, которые люди сегодня узнают 2000 лет спустя, все еще говорят в ту правду, которая написана в Евангелии. Только подтверждают истинность Божьего Слова. Иисус действительно не был биологическим сыном Иосифа, потому что Христос всегда был, Он есть и всегда будет. По-человечески это объяснить нельзя. Нельзя объяснить, как Бог стал человеком. Нельзя объяснить, как Бог принял на себя человеческую плоть. Нельзя просто так объяснить, как женщина, которая не имела никаких отношений с мужчиной, вдруг стала беременной и родила ребенка. Понимаете, это реальное чудо, сверхъестественное, которое может сделать только Бог. Вот что написано об Иисусе Христе. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть. Что начало быть? У меня здесь стакан, и в нем есть вода. Это такая иллюстрация. Представим себе, что все, что было сотворено, это вода в этом стакане. Далко, он не прозрачный, но ладно. Все, что было сотворено, это вода в этом стакане. Друзья, если Христос был тоже творением, то где Он должен быть? В стакане Он должен быть водой, правда? Но написано, что все, что начало быть, через Него начало быть. Другими словами, все творение, вот эта вся вода, которая есть, она должна была существовать только благодаря тому, что Христос был до нее, раньше ее. То есть, Христос это Бог. И благодаря Ему, есть все остальное творение, без Него ничто не имеет своего начала. Об этом пишет евангелист Ян Коши, он был писать такие слова. Бога не видел никто никогда, и это правда. Не может грешный человек встретиться с Богом лицом к лицу и остаться в жилах. Ну вот, что дальше написано в Слове Божьем. Единородный Сын, и это Христос, правда? Сущий, внедрый отчим. Что такое сущий? Некоторый там побывал, да? Это тот, который в Боге, который является Богом, который всегда был там, который всегда есть, который всегда будет, в котором нет ни начала, ни конца, который вечный. Он явил. Кого Он явил? Бога нам явил Христос. Мы говорим, вот какой там Бог, а вот мы не знаем, какой Бог. А вот, вот если бы мы знали, какой Бог, все очень просто. Если мы хотим знать, какой Бог, на кого нам надо посмотреть? Почему? Потому что Он Бог, потому что Он явил нам Отца. Когда так Христос потом скажет одному из учеников, помните, кому? Кто запомнит? Петро. Так, кто? Кто сказал? Покажи Христос нам, покажи нам Отца. Фома, Филипп, Филипп. А Христос говорит, послушай, видевший Меня, видел Отца. Нам не надо искать лица того Бога Отца, который там сидит на троне сейчас и правит. Нам достаточно видеть Христа. И Христос нам раскрыл в Священном Писании. Когда-то Христос сказал такие слова фарисеям. Говорит, Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой. И увидел, и возрадовался. На это они ему сказали. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Ха-ха-ха, что ты нас дуришь? Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам. Прежде, нежели был Авраам, я был. И говорит, я был. Я есть. Эго эйми, греческая фраза. Я есть, это означает, я всегда был. До того, как ваш прадед Авраам родился, я уже был. Я сегодня есть, и я всегда буду. Христос всегда заявлял о себе как о Боге. Как о Боге, который пришел от Отца для того, чтобы явить нам Божью любовь. И, конечно, иудеи сразу после этого хотели побить его камнями. Они прекрасно понимали, что Иисус автоматически назвал себя Богом, Творцом, который вечно существовал. Друзья, что происходит, когда люди отвергают именно такого Христа? Вы знаете, можно, ну, отвергать Христа как научного деятеля. Да, Христа можно отвергнуть как плохого оратора. Христа можно отвергнуть как, я не знаю, как человека. Но что происходит, когда человечество говорит Христу как Богу, нет. Ты не Бог, ты, ну, ты вообще нам не нужен. Зачем ты, ну, откуда ты взялся? Оставь нас спокойно, мы хотим жить так, как мы хотим жить. Я вам приведу одну иллюстрацию, и это реальные факты, которые свидетельствуют о том, когда общество начинает отворачиваться от Христей. Я думаю, что каждый из нас должен сейчас сделать себе применение. Если мы начинаем отворачиваться от Христа, то что происходит с нами? До 1963 года в Соединенных Штатах во всех школах была обязательная молитва. То есть прежде чем уроки начинались, собирались дети со всей школы, у них была одна общая молитва. Они молились и после этого расходились по классам и дальше учились. Это было в каждой школе. Но в 1963 году вышел новый закон, и вот те безбожники, которые выступали на стороне этого закона, добились того, чтобы запретить молитву в школах. И они это получили. Даже запретили, ну, там, людям личную молитву и так далее. То есть Христа начали выбрасывать из системы образования. То есть ты ничего общего не имеешь, тут есть другие, которые по-другому думают и так далее и тому подобное. Вели уроки эволюции, у нас это не в 1963 году было в стране, в нашем Советском Союзе это было много раньше. Вели гуманизм, отрицание всякого божественного или сверхъестественного. Наука и все и больше ничего. Вот посмотрите, какие последствия были после 1963 года в Соединенных Штатах. И вы можете все эти факты проверить, это все есть в интернете. Это как иллюстрация для нас с вами. После 1963 года рост заболеваний сексуального характера у детей от 10 до 14 лет вырос на 385%. Значительный рост разводов, насильственного криминала и правонарушений на 995%. После того, как ввели этот закон, как запретили молитву в школе, среди подростков от 10 до 14 лет беременность увеличилась на 553%. Никто не говорит, что люди до этого не грешили или не делали что-то плохое. Но посмотрите, как когда Христа начинают удалять, грех начинает резко возрастать. В больших масштабах. На 100% было повышение рождения внебрачных детей у подростков от 10 до 14 лет. Число абортов повысилось на 500%. Результаты выпускных экзаменов настолько сильно опустились, что пришлось, знаете, что сделать? Упростить экзамены, чтобы дети больше не казались такими дурачками, такими глупыми. Упростить экзамены, чтобы поддерживать, знаете, какие-то оценки. Просто убрали молитву в школу. Люди, живущие, сложительствующие в блуде, рост на 725%, рост самоубийств среди подростков, рост гомосексуализма, рост наркомании, рост восточных всяких лжерелигий, пропаганда всего этого. Все, что сеет насилие и так далее и тому подобное. Рост и отступление от истины. Люди, называя себя христианами, но живут жизнью, которая противоречит учению Христа. Это все началось вот с той даты, с того года. Оно не было резко, но постепенно, постепенно, постепенно. Вы знаете, за последние годы, наверное, лет 12 я наблюдаю за развитием событий вокруг праздника Рождества. Очень хорошо это видно в СМИ. Как к этому относятся. Попытались даже там переделать Крисмос на Иксмос и так далее. Мы с Эдиком на прошлой неделе ездили и искали подарки для детей. Помните, да, когда у нас здесь была викторина с детьми и так далее. Вы заметили, что на подарках у нас была наклейка с Рождеством Христовым? Потому что в нашем городе мы не могли нигде найти ни одного подарка, на котором написано с Рождеством Христовым. Мы православная христианская страна. Вот такая мы страна. Везде Лануцань, рогатые какие-то олени, крысы и так далее и тому подобное. Все, что хотите празднуют люди, кроме настоящего Господа. И это реальный факт. Это происходит в нашей стране. Когда люди вычеркивают Христа из жизни, из общества, все идет вниз. Мы задаем себе вопрос, почему у нас в стране такая коррупция, почему страна не может вылезти. Ведь нет таких проблем, ну, больших проблем в нашей стране. Потому что оно все связано именно с тем, как люди относятся к Иисусу Христу. Я недавно смотрел ролик там, в Ютубе можно посмотреть, сколько те или иные страны и кому они должны дать денег. Вы знаете, что наша страна оказывается не такой большой должник в сравнении там со всем остальным миром. То есть страна могла бы давно подняться, если бы принимала Христа. Потому что когда человек принимает Христа, он не может быть больше коррупционером и так далее. Когда люди вычеркивают Христа из своей жизни, оно все так и становится. Знаете, мир готов смириться с тем, что Христос был младенцем, что Он родился от родителей, от Марии Иосифа, что Он стал великим ровидом, учителем. Замечательные слова сказали, все классно. Но когда дело доходит до сверхъестественного, наш мир говорит, нет, такого быть не может. Друзья мои, если нет сверхъестественного, нет Бога вообще. Нет настоящего Христа. Это просто какой-то человечек, который о себе что-то возомнил и ничего толстого не сделал. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что это не так. Все, что связано с Иисусом, оно все чудесно. И, к сожалению, люди, вместо того, чтобы поклониться Христу и принять Его, они, наоборот, очень часто закрывают дверь для Него и говорят, нам такой Христос не нужен. Иисус, принеси подарки, оставь побольше, добавь зарплату, реши мои вопросы, измени моего мужа, измени мою жену, исцели моих детей. Но большего нам не надо, послушай. Я не хочу с тобой иметь вообще дело. Но ты давай то, что ты должен. Израиль отмерт Иисуса Христа, как Бога, и заплатил высокую цену, и по сей день платил той ценой. Рассеяние всего народа в течение двух тысяч лет. Холокост во время Второй мировой войны. Сколько евреев было замучено, убито в газовых камерах и так далее, и тому подобное. Ни один народ столько не пострадал, послушайте. Ни один народ столько не пострадал во Второй мировой войне, как евреи. Именно потому, что они отвергли Христа, как Бога. И продолжают это делать, к сожалению. Сегодня интересно, Израиль это очень странная страна, с большими противоречиями. Это светская страна, религиозно-атеистическая. В центре Иерусалима, в старом городе, находится эпицентр вот этих всех, знаете, религиозных людей, которые верят в Бога, и по тем же улицам проходят гей-парады. И все это как-то у людей вмещается в голове. Именно потому, что они Христа не принимают. Я уже не говорю про наш СССР и Молдову, и все, что с этим связано. Отвергли, вся коммунистическая-атеистическая система отвергла когда-то Иисуса. И знаете, процветание, насилие, абортов, разводов, самоубийств и всего остального было, а сейчас еще и увеличилось. Почему? Потому что Иисус просто какой-то человек. Может быть, был. Если был, то молодец. Но Бог так нам и представляет своего сына. Бог нам представляет Иисуса Христа, как того, который явил нам самого Бога, который и есть сам Бог, который является сверхъестественным, и все, что с ним связано, оно все чудесно, друзья. Не надо отрицать этого. Интересно, люди, я встречал такие случаи, они противятся Богу, против всему остальному. Но когда начинает болеть их ребенок, очень дорогой, они готовы принять любое чудо. Они готовы поверить в любого Иисуса. Когда у них обнаруживают рак, они готовы пойти под любую молитву, на любое собрание только, чтобы исцелиться. Люди жаждут тогда чудо. К сожалению, только в такие моменты. Христа нужно жаждать каждый день. То, что мы живы сегодня, это чудо Божье тоже. Аминь. По нашим грехам мы не заслуживаем даже сегодняшнего дня. Мы это очень хорошо знаем. Если бы Иисус был просто рожденным каким-то человеком, то нас бы сегодня здесь не было. Но Он был Богом. Он был совершенным, безгрешным, который изменил историю не только своей страны. Христос продолжает менять историю многих людей, жизни людей, души людей, сердца людей Христос меняет. Именно потому, что Он был Сыном. Ребенок родился, но написано, что Сын дан нам. И Иисус Христос нам дан. Тот, кто повстречался только с ребенком, а не с Сыном, никогда не поймет того, кто встретился с Сыном. Потому что это разные люди. Тот человек, та семья, это общество, для которых Иисус Христос всего лишь там всего какой-то идеал, или шаблон, или эталон, или пример. Такие люди остаются теми же. Может, даже снова захочут. Такие люди никогда не меняются. Если мы не принимаем Христа, как сверхъестественного, чудесного Бога, ничего в нашей жизни не изменится. Рождество Христа наполнено чудом полностью. Непорочное зачатие, да. Ангел, да. Ангелы, войнство, да. Да, пастухи, болтвы, все, что происходит. Все, все кругом. Кругом написано, напичкано, напичкано чудесами, друзья. Ангел приносит весть Иосифу и говорит, ты будешь отцом чужого ребенка, и вот что ты сделаешь, ты назовешь его Иисус. А я нареку его, Ивануил, Бог с нами. Христос действительно пришел для того, чтобы быть с человеком. Святой Бог приходит к грешному, чтобы восстановить отношения, которые были нарушены при грехопадении. Вот для чего пришел Христос, друзья. Предположим себе, что Бог захотел стать человеком. Каким бы был тогда Бога человек? Был бы безгрешным? Или был бы грешным? Полностью безгрешным? Правильно, потому что Он святой. Бог был бы правильным в словах. Христос был правильным в словах. Христос был безгрешным, друзья. Этот Бог был бы полон сострадания. Христос был полон сострадания. Он всем сострадал. Если бы Бог стал человеком, Он делал бы чудеса. Иисус делал чудеса. Если бы Бог стал человеком, то умер бы необычно. Христос умер необычно. Если бы Бог был человеком и стал человеком, если бы Бог хотел стать человеком, Он не был бы мертвым, Он бы воскрес, потому что Он сильнее смерти. Христос воскрес из мертвых, друзья. И рождение было бы чудесным, и у Христа оно было чудесным. Даже следуя вот этой логической цепочке, мы должны просто-напросто согласиться с тем, что Иисус, Его чудесное рождение, Его чудесная жизнь, Его чудесная смерть и воскресенье, все свидетельствуют о том, что Он является действительно Господом Богом. Чудесное рождение Христа, это еще раз подчеркиваю. Второе, в имени Иисуса Христа есть что-то чудесное тоже. И Иисус означает Спаситель. Ради же Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Вот для чего пришел Иисус. Иисус не пришел всех исцелить, Иисус не пришел всех накормить. Иисус не пришел, чтобы отстраивать дома. Иисус не пришел, чтобы менять экономику и политику страны. Христос не пришел для того, чтобы, знаете, все-все-все-все-всё-все изменить и дать технологический прогресс людям. Нет. Главная цель Христа была, чтобы люди получили спасение от своего греха. Потому что это является самой большой проблемой человечества. Нет других проблем на самом деле. Все остальное решаемо. Самая большая проблема человека, это проблема греха. Других проблем просто не существует. Все остальное во времени решается при наличии того или иного. Но люди не хотят решать свою главную проблему, потому что они отвергают Иисуса. Если бы они приняли, те, кто приняли Христа, не решили проблему своего греха. Если бы наше общество открыло двери к Христа, друзья мои, решился бы вопрос греха, решились бы проблемы общества в общем. Многие бы вопросы решились. Я думаю, что такие институты, как Центр по борьбе с коррупцией, можно было бы распустить. И дать им хорошую пенсию сразу. Даже те, кто два дня работал. Почему? Потому что проблема греха была бы решена. Наша милиция бы больше бездействовала, чем действовала. Меньше бы людей страдало. Меньше бы по карманам кто-то лазил. В имени Иисуса есть что-то чудесное. И я встречал людей, продолжая встречать, те, которые всем этим занимали всю свою жизнь. И когда встречались со Христом, когда Бог решал проблему и греха, эти злодеи становились не просто порядочными гражданами, они становились святыми людьми. Вы знаете, в еврейской традиции люди всегда давали имена, сопряженные или связанные с определенным событием. Я вам приведу несколько примеров. Когда Бог и знал Адама и Еву из рая, первым у них родился кто? Каин. Написано, что Ева зачала, родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. А имя Каин именно и означает приобретение. Понимаете, вот события, его называют именем, связанным с этим событием. Потом, позже, была такая женщина Рахиль, она родила сына. Долго, у нее не было детей долгое время, Яков ее любил, и не получалось. Но вот, Бог даровал ей сына, которого звали Иосиф. И она сказала, снял, Бог мой позор. И нарекла ему Иосиф, сказал, Господь даст мне и другого сына. И Иосиф означает, Бог добавил. Бог добавил, вот значение его имени. И потом мы читаем, допустим, о Моисее. Помните, был такой великий предводитель грейского народа, который вывел их из земли, египетское из рабства. Написано, вырос младенец. И мать привела его к дочери фараоновой, вскормила, привела. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей. Потому что говорила, я из воды вынула его. Помните, откуда дочь фараона нашла его? В корзинке на реке Ил, когда его прятали. От того, что, ну, всех там младенцев убивали. Солдаты фараона и так далее. Вот Моисей означает вытащенный или вынутый. Его вытащили из воды. Так, то есть детей называли по событию. Связанное какое-то было определенное событие. И их имя объясняло те или иные обстоятельства. Когда этот ребенок родился, что происходило и напоминало людям и так далее. Но когда мы говорим об имени Иисуса, интересно, что его имя пока весь никак не было связано, можно сказать, с первого взгляда ни с чем. Назовешь его Иисус. Зачем? Ничего еще не произошло. Не было никакого спасения. Зачем называть его Иисус Спаситель? Во времени ничего не произошло. Спасение должно было больше произойти. Однако Бог знал очень хорошо, что произойдет потом. Что Бог именно своего Сына посылает в этот мир для спасения человечеству. Чтобы Он спас людей своих от грехов. И Он назван Спасителем. Апостол Петр будет писать такие слова. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов. Но драгоценную кровь у Христа, как непорочного и чистого агнца, образ агнца, принесенного в жертву. 20 стих. Предназначенного еще прежде создания мира. Но явившегося в последние времена для вас. Посмотрите, что говорится о Христе. О Христе говорится, что еще до создания мира Он уже был Спасителем. Он всегда был Спасителем. Всегда. Иисус всегда существовал. Еще до создания мира Он был предназначен именно для этого. Его имя чудное, друзья. И оно отражает не столько события, сколько сущность самого Бога. Бог есть Бог Спасающий. Который пришел для того, чтобы решить самую большую проблему человечества. Это проблема греха. Подумайте. Почему алкоголик не может спасти другого алкоголика? Ответ очень простой. Правда? Потому что сам такой, конечно. Почему блудник не может спасти блудника от блуда? Потому что сам такой. Почему вор не может спасти вора от того, чтобы в тот небо больше вора? Ну потому что он сам такой. Почему тот, кто сквернословит постоянно, не может спасти другого от того, чтобы тот не сквернословил? Потому что он сам ругается. Потому что он сам матом, я не знаю, как еще. Почему гордец не может спасти другого от гордости? Потому что он сам гордец. Он не может помочь другому. Почему серебролюбие не может спасти другого от серебролюбия? Потому что он сам такой. Потому что проблема в его сердце не решена. Два человека упали в яму. Как им вылезти? Никак. Пока один не окажется снаружи, он не может подать ему руку, чтобы вытащить его оттуда. Слепой ведет слепого, и что? Один прозрет, другой упал в яму. Нет. Ясно, что если слепой ведет слепого, он упадет в яму. Но, друзья мои, почему грешник не может спасти другого грешника? Потому что сам такой. Нужен безгрешный, который спасет грешника. Почему мы друг друга спасти не можем? Потому что нужен безгрешный Спаситель Иисус Христос. И другого, друзья, нет. Но нам всем нужен Иисус безгрешный. Его имя Спаситель. Оно чудесное. И спасение человека от греха тоже чудесный процесс. И этим занимается наш Господь. Вы знаете, об Иисусе Христе написано, что мы имеем не такого преосвященника, который не может нам сострадать в немощах наших. Но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Иисус хлебнул горе много в этой жизни. Послушайте, царь царей, владыка, творец всего, который знает, как все устроено, которому все сотворено приходят в этот мир, и люди ему дают самое низкое место. Вот эти ясли для Христа были бы подарком царским. Там не такие ясли были. Там была кормушка для животных, куда бросили немного соломы, и там его положили. Вы лежали в лучшей кроватке, чем Христос, когда родились. Так? Ваши дети получили лучше коляски, чем Христос, когда они родились. Христос получил самое лучшее место. Христос пережил самое большое одиночество. Самые сильные искушения. Самое большое предательство. Несправедливость, боль, колость, жажду, но при этом написано. Он во все бескушен, кроме греха. Христос никогда не пережил в своей жизни греха. Именно поэтому он может спасти грешника. Послушайте свидетельства людей в Иисусе Христе. Вот, к примеру, Петр. Он прожил за Христом рядом с ним, Бог оба три года. Вот что он говорит, 1 Петра 2, 22. 22. Он, Христос, не сделал никакого греха. Послушайте, я с некоторыми людьми еду 5 минут в машине, я уже могу сказать, что они грешны. Если не 5 минут, дайте нам полчаса. Не полчаса, дайте нам 12 часов. В одном транспорте. Я вам точно докажу, что они грешники. И они докажут, что я грешник. Если нет, дайте нам хотя бы денек совместной жизни или недельку. И доказательств будет очень много, правда или нет? Ну, по крайней мере, наверное, я по мне точно буду доказательств. Христос рядом с Петром 3,5 года. И вот что Петр о нем говорит. Он не сделал никакого греха. Слушайте, Петр наблюдал за Иисусом. И вот что он сказал. В Христе нет никакого греха. Апостол Ян тоже был за Христом 3,5 года. И он пишет такие слова. И вы знаете, что Иисус явился для того, чтобы взять грехи наши. И что в нем нет греха. Вот второй свидетель, который говорит одни и те же слова об одном и том же человеке. Не сговариваясь с Петром вообще. Он тоже наблюдал за Христом. И он мог сказать. Слушайте, вот что я заметил. Вот где Христос дал промах. Вот какой он был. Вот он лицемерен. Вот и Петр обманывает. Но Иоанн говорит те же слова. Он говорит, что в нем нет никакого греха. Апостол Павел написал такие слова. Неснавшего греха он сделал для нас жертвой за грех. Неснавшего греха. Непознавшего силу греха. Окей, вот эти люди, они были верующие и так далее. Подумайте о Биуде. Самая незаинтересованная личность. Иуда Искарион. Который вообще незаинтересован был во благе Христа. Три с половиной года он рядом с Иисусом. В конце он его предает. Продает за деньги. Знаете, как последний торгаш. Спят за чем травмы. Продает его. Но после этого вот что он говорит. Согрешил я, предав кровь невинной. Это свидетельство предателя о Христе. И он говорит, я предал кровь невинной. В Христе нет никакого греха. А вот вам еще одна незаинтересованная личность. Вот что Пилат, который отдал Христа на распятие. Вот этими словами он подписал себе приговор. Вот что он сказал об Иисусе. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. И после этого предает его на распятие. Последние два вообще не заинтересованы в Иисусе. Ни в Евангелии, ни в распространении благой вести. Они не стали учениками Иисуса Христа. Но их свидетельство об Иисусе было следующее. Он святой безгрешный. Друзья, нам всем нужен святой безгрешный. Потому что мы не святые и безгрешные. Чтобы нас спасти, нам нужен Христос. Нам не человек нужен. Нам нужен Сын Божий. Друзья мои, чудесное рождение Христа. Его имя говорит о сверхъестественном Боге Иисусе Христу. Родит же Сына, наряжешь Ему имя Иисус. Ибо спасет людей своих от грехов их. Христос пришел разрушить дела дьявола. А дела дьявола это грех. Третье и последнее чудо, друзья, всегда начинается со смирения. И, наверное, в это Рождество, я уже не раз об этом говорил, и надеюсь, это хорошо запечатлится в наших сердцах, слово смирение. Люди, ой, хочу видеть чудо, чудесное и так далее, но сами вообще не смиренные. Не хотят смириться перед Богом во многих вопросах своей жизни. Именно смирение показывает настоящее сверхъестественное действие Божьего. Иосиф. Иосиф попал в положение, похожее на положение Марии. Мы в прошлый раз говорили с вами о Марии. Знаете, для Иосифа тоже были новости. Свадьбы не будет, Иосиф. У тебя начнется семейная жизнь очень интересная. С беременной женщиной. Которая, оказывается, никак не согрешила. И она просто смирилась перед Господом. Наверное, первая мысль у Иосифа была, ну, где-то меня хотят тут, ну, наколоть точно. Какой ангел приходил, какая новость, ничего не знаю. Но я парень хороший, поэтому я тихонечко ее отпущу. Пусть она решает свои вопросы. Свадьбы не будет. Мы поползку расторгнем. Я не буду никому говорить, какая причина. Не надо, чтобы ее там побивали камнями. Ведь за грех именно так поступали евреи, побивали камнями и так далее. У Иосифа, значит, и без этого не совсем радостная родословная была. Если вы посмотрите родословный Иосифа, там присутствовали некоторые такие элементы. Там когда-то в родословной был такой Иуда, который натворил дело с такой женщиной, как Фомарь. То есть, там грязная история такая. Воостом на язычнице женился на Руфе. Давид и Версавиа тоже, знаете, такая грязная история. То есть, вся родословная, она запятнана людьми, которые совершали не самые лучшие поступки. И может быть, Иосиф думал, я не хочу эту статистику продолжать. Давайте лучше мы с Марией разойдемся. И она своей дорогой, я своей дорогой. Каждый решает свою жизнь. Строит ее так, как хочет. И до свидания. Иосиф остается просто мужчиной. Мужчина, они такие. Хорошие мужчины, они такие. Они зла не желают, они хотят просто себе добра. А другим зла не желают, но просто себе добра хотят. Вот, чтобы все было хорошо. Пару слов о мужчинах. Вот что статистика говорит. Почему вообще с мужчинами сложно? Вообще с мужчинами сложно или нет? Нет. Нет. Это сказала женщина, прожившая жизнь среди мужчинами. Вообще с вами сложно, потому что мы очень самонадеянные люди. Так или нет? Братья, так или нет? Мы все очень, мы все знаем, что правильно, что неправильно. Часто бесчувственные, неприкасаемые, нуждающиеся в общении, в заботе. Статистика говорит, что мужчины, как правило, очень конкурентны. И это тоже много проблем им создают в жизни. Всегда видят жизнь как загадку, которую надо постоянно разгадывать. Хотя надо просто жить, да? Я бы добавил это, знаете, вчера, сейчас даже с кем-то разговаривал. Я бы сказал так. Для мужчин жизни должна быть загадка. Просто надо идти работать, работать, работать и быть верным. И все. Не надо ничего там разгадывать. У нас что-то в стране мужики перестали. Уметь учиться, работать. Вот, сплошь и рядом эти проблемы есть. В то же время, статистика говорит, что на одно женское самоубийство приходится 4 мужских. Мы в дефиците, чтобы вы понимали. Мужчины, страдающие алкоголизмом в возрасте от 18 до 29 лет, в 3 раза больше, чем женщины. На 50% больше мужчин, употребляющих наркотики, чем женщин. Мы живем меньше, это правда. Жизнь как минимум на 10% короче у мужчин. Мы больше подвержены стрессу, разным заболеваниям и так далее и тому подобное. Мужчин, кстати, меньше на планете Земля, чем женщин. Вывод один. Надо сделать один заповедник. Всех мужчин туда согнать. И хранить их как зеницолка. Не я шучу. Знаете, реальная проблема с мужчин, это на самом деле гордыням. Это гордость. Это корень, который многих просто, знаете, заводит в такие проблемы жизненные. Гордость не дает мужчине быть благочестивым мужчинам. Думайте. Это очень серьезная фраза. Гордость не дает мужчине быть благочестивым. Потому что, чтобы быть благочестивым, надо стать кротким и смиренным, а не гордым. Потому что это вообще два разных полюса, как плюс и минус. Люди за своей гордыней не могут Богу угодить. Подумайте, мужчины. Почему в вашей жизни нет благочестия? Причина надменности, это гордость. Кто я? А кто он такой? Гордость, это начало знания трусости. Своя шкура всегда дороже. Отпущу Марию, потому что репутация может быть подпачкана у меня. Гордость не дает людям отказаться от пагубных привычек. Я всегда могу бросить. Ну давай сейчас. Ну только не сейчас, я же всегда могу бросить. Я даже сейчас могу бросить. Но не хочу. У меня есть сила воли. Да нет у тебя никакой силы воли. Раб ты греховный. И все, и ты не можешь сам ни с чем завязать. Гордость не дает места праведным привычкам. Я могу это сделать, давай сделай. Обстоятельства там. Время не подходит, в другой раз. Люди начинают придумывать, мужчины, что хотят. Гордость топит достоинство человека. Это не для всяких, только для меня важного. Гордость это причина скандала. Я всегда прав. Причина лень. Я глава, я кормилец, мне нужен сейчас отдых. Уже часа четыре отдыхает. Никак еще не отдохнет. Жена там уже вся бедная. Мыли. Гордость это причина нежелания диалога иногда. Опять ты начинаешь. Мне некогда об этом говорить. Очень популярная фраза. Гордость это причина отказа от многого. И даже знаете, иногда от благословений Божьих. Люди отказываются из-за собственной гордыни. Предлагаешь ему. Говорю, слушай, а вот Бог тебе дает такую возможность. Просто сделай какой-то шаг. Не хотят. Я очень важный. Придите вы ко мне. Вы ко мне придите. Вы мне поговорите. Вы мне принесите. Потому что я очень важный человек. Гордость это причина насилия. Особенно в семьях. Это причина разводов. Это причина процветания всего греховного. Друзья, мужчины. К вам сегодня зов. Не мой, надеюсь, Христов. Посмотрите на Иисуса. Вы хотите быть настоящим мужчиной? Посмотрите на Христа. Давайте несколько вопросов. Твоя молитвенная жизнь, она как у Иисуса? Хочешь быть настоящим? Вот он, настоящий. Пример мужчины. Это Христов. Твоя стойкость за правду. Такая же, как у Него? Или поджимаешь хвост и врешь, лжешь там, где тебе выгодно? Твой кроткий дух, он такой же, как и у Христа? Сострадание у тебя столько же, сколько у Него? А как насчет трудолюбия? А как насчет того, когда, знаете, есть какая-то проблема, как ты ее решаешь, как Христос? Ты такой же миролюбивый человек. С тобой так же легко поговорить. Знаете, есть люди, с которыми очень сложно разговаривать. С Христом проще было разговаривать, чем с ними. Люди от тебя бегут или к тебе стремятся? Твое смирение, оно такое же, как у Христа? Какое? Если бы я сегодня спросил мужчин такой вопрос. А избрал ли бы Бог тебя, быть Отцом Иисуса и воспитателями Иисуса? Избрал бы Он тебя? Воспитать Христа, Сына Божьего. Понимаете, какая ответственность легла на плечи Иосифа? Рождается Христос, Сын дан нам, Иммануил, Бог с нами. И на плечи этого мужчины ложится такая ответственность. Слушайте, мы греши от наших детей иногда не можем воспитать. Не говоря о том, чтобы вырастить Святого Христа. Ты бы подошел как кандидатура. Понимаете, нам не надо смотреть на Иосифа, а нам надо на себя смотреть. Он во многом отражает у нас самих. Наш характер и то, что нам надо менять. Бог делает чудо. Мужчина Иосиф хотел, знаете, как Адам сбежать. Но Бог ему не позволил. И этот мужчина Иосиф становится Божьим человеком. Божьим человеком. Он смиряется. Он кротко принимает то, что Бог имеет. Он слышит те слова, которые говорит Ангел Кушангел. Цитирует книгу Пороса Исаия. 7 глава, 14 стих. Он не знает, как это будет. Но он делает в точности, что от него просит Господь. Вы знаете, это чудесно. Это реальное чудо. Потому что каждый из нас, наверное, поступил бы как Адам. Пошел бы в пусты и прятался подальше от проблем и решать свою жизнь. Но он так не делает. Он так не делает. Друзья мои, чудо одно за другим говорит нам о чудесном Христе. О чудесном рождении Христа. И что Бог может своим словом поменять любого человека. Даже такого, как Иосиф. Более того, скажу, даже такого человека, как ты и я. Бог может это сделать. Для этого просто нужна вера. Не нужно ждать Ангела, который придет ночью, там какое-то видение нам покажет. Просто надо верить Господу. И тогда человек станет другим. Друзья, хотите видеть чудо? Научитесь смиряться перед Господом. Хотите видеть чудо? Научитесь себя смирять. Нигде в Библии не написано, что кто-то нас может смирить. Знаете, когда Бог смиряет человека, Он его... Он его смиряет так, что человеку стыдно после этого. Но если мы сами себя смиряем, потому что везде в Слове Божьем написано, смири себя перед Господом. Если мы сами себя смиряем, это всегда заканчивается почетом. Это всегда заканчивается славой Христа. Это всегда заканчивается пользой для души человека. И если Бог тебя сегодня смирил до какого-то состояния дальше, хотя бы ты себя смиряй перед Господом, ты увидишь чудо Божье в своей жизни. Все, кто смирились перед Господом, увидели чудо в своей жизни. Я знаю это за себя. Я когда-то сидел точно так в жале, и точно так же слушал Слово Божие. И тоже в канун Рождества, 31 декабря. И Бог проговорил к нам у Севца и сказал, Витя, смири себя сегодня. Ты себя смири перед Господом, потому что если нет, Бог тебя смирит в вечный ад. Потому что ты грешный. Мне было 14 лет. Я еще не пробовал даже курить в своей жизни. Но я знал, что я грешен. Я знал, что я иду в погибель. И Бог говорит, Витя, смири себя. Ты себя смири перед Господом. Признай себя грешником. Вы знаете, когда я это сделал в своей жизни, Бог спас мою душу. Бог продолжает творить чудеса в моей жизни. Поэтому мое пожелание ко всем нам сегодня. Смиряться перед Господом. И видеть Его чудо в своей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok